Туз кубков символизирует самую чистую, я бы сказала, девственную форму элемента воды и представляет эмоциональную и внутреннюю жизнь. Вода символизирует материю, которой дух работает и создает форму, а важной составляющей воды является ее приспосабливаемость. Другая ее характерность – умение оплодотворять, проникать и насыщать. Эта карта означает начало чего-то нового, такого, которое наполнит нас, обновит духовно и эмоционально. Попробуйте разнообразить и обогатить личные ощущения. Вкладывайте частичку души во все, что бы вы ни делали. Карта также представляет высокие качества, любовь и счастье, протекающие непосредственно в нас, высокое положение в обществе, знатность. В обыденной жизни используйте энергию туза кубков. Представьте себе, желательно и ощутить, что вас окутывает свободный, теплый поток чувств, объединяющий вас с другими людьми и миром. Визуализируйте события, которые рисует вам ваше бурлящее страсть и воображение. Представьте, что у вас хорошо в жизни, что вас приполняет радость и счастье. Карта советует вам воспитывать себя и духовно, и эмоционально. Чтобы полностью ощутить богатую внутреннюю жизнь, обещаемую тузом кубком, важно быть открытой другим людям. Необходимо тесно сблизиться со своим знакомыми и доверять другим. Возможно, вам нужно будет достучаться до других людей, даже рискуя получить отказ и нарваться на обиду. Карта говорит, чтобы вы распространяли добро вокруг себя, получайте благословление и благословляйте других добрыми словами, щедростью сердца. Радуйтесь успехом других, любите людей, помогайте людям, хотя бы просто побудьте рядом. Туз кубков намекает, что вас ожидают необходимые новые чувства и эмоции, обогатятся личные ощущения. Вам нужно будет подумать, как подсознательные мотивации, связанные с надежностью и осуществлением желания, относятся с глубиной и качеством связи с людьми. Чтобы ощутить приток новых чувств, нужно научиться управлять эмоциями. Появляясь в раскладе, карта говорит, что вы возьмете инициативу на себя, завяжете новые знакомства и будете распространять вокруг добро. Постарайтесь иметь в себе побольше добрых чувств. Выбав, туз кубков, сообщает, что нас переполняют чувства, и мы с благодарностью относимся ко всему прекрасному, что нас окружает. Нашу душу переполняет любовь. Наши чувства отношения чисты, как весенняя горная вода. Любовь наконец-то созрела. Давайте пройдемся по акценту. События, значения и смысл Аркана. Счастье, исполнение желаний, гармоничное единство и завершение всего, верный путь, осознание собственного призвания, глубокое взаимное доверие. Цель, намерение и задача Аркана – добиться большой любви, жить в гармонии с людьми и Вселенной, понять взаимоотношения, ранее бывшие, недоступны, обрести покой в душе и гармонии во взаимоотношениях, разрешить проблемы личной жизни. Предостережение Аркана. Не предавайся пустым мечтам. Не упускай шанс, который дает тебе судьба. Не обмани, не укради, не лжи свидетельству. Чем наделенный обладает Аркан? Радость, удовольствие, плодородие, праведная пища и счастье, нерушимый закон, дружба, любовный роман. Тайные советы и наставления. Научись управлять своими эмоциями. Перестрой свое мышление и сформируй более позитивное мировоззрение. Ищи события и предметы, способные возвратить духовность с твоей натуры. Будь открыт людям. Позитивный аспект Аркана или прямое положение. Довольство, любезность, удовлетворенность, привязанность, рождение, любовь, происхождение, нежность, изобилие, одолжение, богатство, мир, достаток, спокойствие, руководство, общественный порядок, управление, гармония, счастье, полнота, удача, целостность, радость, сытость, восторг, достижение высшей точки, счастье, празднество, новые идеи, яркость, доброжелательность, блеск, оживление, доброта. Негативные аспекты Аркана или перевернутое положение. В таком свете карта привязывается к сдерживанию эмоций. Она намекает, что настоящее не время выражать эмоции открыто. Возможно, вы слишком сильно отдались чувствам, тратили свою любовь и энергию ни на того или ни на что. И это пустота, вакуум, притворство, моральная нечистоплотность, загрязнение, грязь, не очень счастливый, искусственное, поддельное высокомерие, никому не нужное, только вредящее, сердитость, сдерживание эмоций, потеря в контроле. Но если вам кажется, что все это сложно, запомни, смотрите мое второе видео, где мы по самой карте сможем понять, что она хочет нам сказать. Подпишись, если еще не подписан. Поделись этим видео. До новых встреч. Пока-пока.